Женщины-учителя, врачи, мамы, спутницы, представительницы прекрасного пола активно осваивают разные профессии, стараются быть успешными не только в профессиональном развитии, но и создавать семьи, развиваться. Тему женщин в истории мировой политики и Беларуси рассказал доцент Анатолий Лысюк. По мнению спикеров, в нашей стране в этом направлении есть большой потенциал для развития. Традиция или древнегреческая, древнеримская, ну, либо священное писание, тексты там, да, они, естественно, женщину нацелали к очагу, к семье, к кухне, публичную политику творили мужчины. Но, но, вот уже начиная с конца века 19-го, только конца века 19-го, с начала возле века 20-го женщины впервые получают избирательные права, да, а значит, они что уже делают, уже могут влиять на политические процессы, они же могут влиять на тех политиков, которые будут власть приобретать, либо власть терять, да. Ну, и после этого вот уже начинается вот этот тренд, да, такого поступательного увеличения роста вот женского участия и влияния в политике. Белорусский Союз Женщин является одним из ярких примеров активных, целеустремленных и талантливых представительниц прекрасного пола. Деятельность организации направлена на защиту прав и интересов детей, семей и женщин, обеспечение ее достойного положения в обществе, повышение роли представительниц прекрасного пола в общественно-политической, культурной и социально-экономической жизни страны. Об основных направлениях работы гостям рассказала председатель Брестской городской организации Алла Старикевич. Мы ведем конкретную, четкую работу. Это не заключается только в благотворительности, это заключается в статусе женщины. И поэтому мы не гонимся за количеством, мы гонимся за качеством нашей работы. И первички, которые у нас есть, это все рабочие первички. Не будем называть нас феминистками в данный момент, но женщины, они более стрессоустойчивые, женщины, которые быстро осваивают профессию. И теперь уже нет таких женщин, которые бы не могли заменить мужчину. Но все равно женщина должна оставаться очагом семейным, деторождением заниматься, заниматься уютом, семьей и продолжением рода. Это третья встреча проекта «Личность общества государства». Читатели библиотеки обсуждали с приглашенными экспертами вопросы религии, задавали интересующие вопросы представителям депутатского корпуса. Довольно-таки полезно проводить для нашей молодежи такие правовые часы, потому что, скажем так, они постепенно даже излучают различные статьи Конституции, просвещаются. Это, конечно же, встреча с интересными людьми, с экспертами, которые более глубоко рассказывают данную тему. И, конечно же, учащиеся ребята узнают что-то новое для себя, и они более просвещены в правовой теме. Встреча в рамках проекта продолжится и дальше.